Я стою в начало нашего участка, откуда пойдет строительство трех тестовых участков под билдбордом, где показано, что мы строим. Потому стройка идет, и подтверждением того, ну, я стою здесь, где идет стройка. И, собственно, стройку мы начали раньше, и я об этом ранее говорил, что фактически мы подготовку строительству начали еще в мае, месяце, в апреле даже этого года. И сейчас уже идут строительные работы, в частности, закладываются фундаменты опор, станции, инфраструктуры. И все это время ушло на подготовку проекта, потому что это очень сложный проект, большой проект. И мы всю работу сделали, ну, менее чем за полгода. При этом сделали собственными силами, хотя, если кому-то заказать, то, я думаю, они не сделали бы за 10 миллионов долларов, даже за 20 миллионов долларов. И потом большое количество согласований, потому что в планах технопарка не было Скайвэя. Это его высочество сказало, шейх Шаржи, я хочу, чтобы Скайвэй был здесь, и поэтому переделайте мастер-план технопарка. И на это тоже ушло время, на переделку, потом на согласование, на получение всех разрешений на строительство. И поэтому все согласования и разрешения получены, и просто идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За моей спиной виден гулборд Скайвэй инновационный центр. Это здесь база, стоит на базе, откуда начнется строительство инновационного центра «Скарвейд». Здесь на самом деле та база, где мы готовимся к строительству, где складируем материалы, где готовим конструкцию, металлоконструкцию, где собираем. Это база нашего подрядчика. Здесь установим бюлбот. Меня зовут Омар Афаня. Я дженерал менеджер о фастбилдинг-контрактинг. Мы здесь рады, чтобы начать наш проект «Скарвейд» в Шаржа, под руководством Шаржа, и в Шаржа Ресерф, Технологии и Инновационных парк, в Американском университете Шаржа. Мы очень рады, чтобы быть первым конструктором, чтобы работать на этот проект, на компании «Скарвейд», и начали этот главный и важный проект в 20-м веке. Здесь начали с Шаржа. В этот день, когда мы заложили первый, скажем, камень, определенные чувства всегда присутствуют. И чувство хорошее. Я уверен, что совместно мы добьемся все то, что Анатолий Дардович заложил как идею. И мы принесем миру добро и хорошее решение для всех нас. Мы идем по нашей территории, по территории, где будет построен инновационный «Цент Skyway» в Шаржи. Слева, вот здесь от меня, это огромная территория университета, который был построен здесь больше десяти лет назад, в пустыне. И сейчас здесь учатся 47 тысяч студентов. У нас там будет свой институт Skyway, где мы будем готовить специалистов. И рядом с дорогой идет наш участок. Его длина около трех километров. Здесь уширение 300 на 400 метров, где будет, собственно, база нашего инновационного центра. А основные трассы пойдут вдоль дороги туда на два с половиной километра. Здесь будет кольцевая трасса закольцованная, где будут ферменные конструкции и полужесткая конструкция для тяжелых машин. Потому что в Беларуси мы не смогли построить более-менее длинные трассы. Там у нас короткий участок. Поэтому мы не можем показать скорость 150 км в час. И там построено для легких машин. Весом до 6-8 тонн. У нас очень много проектов в Эмиратах. Это и Дубай, и Шаржа, и Абудаби, и Фуджера, и другие Эмираты во всех Эмиратах. И в соседних странах, где объем перевозок часа пик где-то 50 тысяч человек в час, 70 тысяч человек в час. Это больше, чем производительность московского метро в два раза. Это очень большой объем перевозок для часа пик. По одной ветке имеется. И поэтому пассажирам нужно возить поездами большой вместимости. И поэтому мы проектируем эти трассы на вместимость пассажирского подвижного состава где-то 200-300 человек. А для грузового грузоподъемность 35 тонн. Вот здесь две такие будут трассы. Посередине мы сделаем сверхлегкую систему. Центральным пролетом около полутора километров. Вот здесь будет база. То есть здесь будут уширения. Здесь будет у нас депо. Сырочные переводы, разворот. И первая трасса, она появится вот в конце этого участка. Длиной 400 метров. Мы ее планируем ввести в строй к апрелю 2019 года. То есть, ну, чисто через полгода. На самом деле стройку мы начали давно. Подготовка началась в марте месяце, когда нам выделили землю. И уже металлоконструкции под превисающую первую вот, ну, дорогу с превисающей путевой структурой. Тоже мы заказали в Вене, в Австрии. Через месяц тоже металлоконструкции прибудут на стройплощадку, где мы тоже сегодня, ну, у меня брали интервью. И мы снимали билборд. Это там стоит на площадке, где идет подготовка к строительству. А стройка будет идти вот здесь. Там будет у нас цеха, производство. Пока мы точно не знаем, что именно, какие производства. Ну, скорее всего, мы будем делать мотор-колеса здесь. В том числе, ну, не только для сковые, а для других проектов. Для тех же электромобилей. У нас же есть свой электромобиль. Поэтому мотор-колеса электрически можем сделать и для них здесь. Здесь мы, скорее всего, организуем сборку юнибусов и юнитраков и юниконтов. Юниконтов для перевозки контейнеров для стран Персидского залива. Потому что возить подвижность состава из Беларуси – это просто нереально. Мы еле завезли на выставку в Дубай юнибайки. Небольшая машина весом тонну. Она добиралась сюда два месяца. Через европейские порты, через какие-то там реки, где боржа застряла. И пришлось снимать, представляете, с боржи среди реки пришлось снимать юнибайк, чтобы доставить в аэропорт и потом самолетом все-таки доставлять. У меня это было два месяца. Поэтому лучше все и правильнее всего подвижность состава готовить именно здесь. Собирать. Здесь, естественно, мы будем использовать наш гумус и посадим сады, зелень. Но, как я сказал, здесь у нас трассы тоже недостаточно длинные – 25 км будут. Поэтому 150 км в час мы получим спокойно, а 500 км в час – это, естественно, нереально. Там нужны трассы где-то длиной порядка 25 км. Шажа Эмират небольшой, поэтому этот вопрос мы решаем в другом Эмирате. Уже есть решение о выделении нам 25 км участок длиной, где мы построим высокоскоростную систему SkyWay. И здесь уже отработаем оптно-премышечную отработку юнибуса, юнилета высокоскоростного, который демонстрировали мы на Инотрансе в Берлине. А первые прогоны юнилета и первые испытания проведем в Беларуси на короткой трассе. Она построена при скоростях до 100 км в час, чтобы отработать режимы разгона, торможения, тормоза, автоматику всю проверим, приводы и так далее. А потом, когда построим здесь уже в другом Эмирате тестовый участок, то мы здесь уже проведем окончательные испытания. На самом деле это не столько шоуром здесь будет, здесь технопарк, и не столько тестового участка, как многие думают, что мы юнистку только вот и делаем, что строят экотехнопарки. Это не так. Ни в одной стране не пойдет проект, пока мы не покажем, как работает наш комплекс, неважно, грузовой, городской, высокоскоростной в этой стране. Потому что в Беларуси другие условия климатические. У нас морозы, зима, снег. Эмираты это не интересуют. Они говорят, у нас жара. У нас металлоконструкция коробит от жары. У нас мосты их ведет. Наши высотки начинают колебаться, они начинают проседать. Потому что жара и очень сильный ветер. У нас металлоконструкции корродируют, потому что в воздухе, в почве очень много солей. Они разъединяют любую конструкцию, любую сталь. Покажите, что это все работает здесь. И даже не надо там до конца испытаний. Просто начните. И мы видим, что вы здесь делаете, значит у вас все получится. Все, и пошли адресные проекты. Поэтому у нас десятки здесь, только здесь, в этом регионе. Поэтому это адресные проекты, вот то, что мы здесь делаем, адресные проекты. Он так называемый связанный проект. Мы не будем здесь водить пассажиров. Потому что, чтобы возить пассажиров и на этом заработать денег, то надо продать миллионы билетов. И надо лет десять их продавать, чтобы вернуть стоимость проекта. А потом надо еще десять лет что-то на нем зарабатывать. Но как только мы начнем строить и покажем, что мы можем делать наши проекты здесь, в Эмиратах, пойдут адресные проекты, мы подпишем десятки контрактов. Пойдут авансы-платежи. И вот эти вложения, что мы делаем здесь, окупятся за один день. И надо билеты продавать. Билеты будут продаваться в адресных проектах. Поэтому самый доходный проект, самый прибыльный проект, самый быстротдачный, это вот это, вот это, вот здесь. Вот здесь. И отсюда мы уже пойдем не только в арабские страны, где тропики, но и в другие страны. Это Индия, там такой же примерно климат. Влажность та же. Та же жара. Или Бразилия. Или Африка. Тоже Египет. Или Саудовская Аравия. Или Ирак, там Иран. Стран много. Поэтому здесь вот показан как раз центр инноваций. Влойке опять же на 100-200 лет. Не так. Построили и забыли. Нет. Где будем совершенствовать технологию. Совершенствовать конструкцию, применительно к этим природно-климатическим условиям. И вот научно-учебная база. И вот здесь мы тоже построим институт свой. Скайвей. Вот здесь. Вот там он будет. Где мы будем обучать студентов, институт войдет в структуру университета Шаджи. Как одно из научных подразделений университета. Потому что нам нужны свои специалисты. Которые должны проектировать трассы Скайвей. Строить их и эксплуатировать. Строй Скайвей. Спасай планету. 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 Продолжение следует...